Рекламные плакаты в полях на окраине Краснодара обещают в новостройках консьержа, детские спортивные площадки и даже фруктовые аллеи. Правда, пока на улице Петра Метальникова лишь грязь, автомобили из-за отсутствия места, паркующейся на тротуарах, и детские площадки, подпирающие стены многоэтажек. Типичная картина для хаотичной точечной застройки. И это происходит там, где изначально было место для комплексного освоения территории. Губернатору Кубани показывают чертежи. На пустыре должен появиться очередной микрорайон. Проект пришлось переделывать по ходу после требований Вениамина Кондратьева одновременно с домами закладывать фундаменты под детские сады и школы. Я понимаю, что здесь можно строить высотные дома. Беусловно, городу надо расти, развиваться. Но я еще раз подчеркиваю, что я не хотел бы, чтобы проблема строительная перерастала в проблему социальную. «Хватает ли сегодня, допустим, вот этой школы и детского сада на всю...» «Да, это сделано по проекту, планировку, все рассчитано». «Хватает. Ну, это самый главный вопрос, Евгений Алексеевич. Это ваша зона ответственности. Если не хватит, это будете достраивать каким угодно способом, только не за счет бюджета». «Единственное, я сейчас занимаюсь поиском вот этих застройщиков. В прошлом году выдали разрешение, и они пока не участвуют в строительстве этих соцобъектов». «Если они не участвуют, значит, они не строят». Взяв с собой мэра Краснодара, глава региона отправился в инспекцию по спорным городским стройкам. Улица Буденова, самый центр. За забором участок земли, отданный по детский сад. А вот на эскизе проекта – 12-этажный жилой дом. «Евгений Алексеевич, у вас что, в городе много детских садов?» «Ни в коем случае». «Так это в чем проблема? Почему мы сегодня отказываемся от детского сада, а начинаем строить дома?» «Коллеги, ну вы уже выдали разрешение на строительство?» «Архитектор за это поплатился». «Поплатился – это значит мало. Надо мне понимать так, чтобы, во-первых, это было уже впредь никому не повадно, а во-вторых, давайте жить городом, давайте жить проблемами горожан. А проблемы горожан сегодня – нехватка школ, детских садов, поликлиник. Я готов к этому вопросу вернуться только в том случае. Если я увижу детский сад, школу, только тогда мы о чем-то можем говорить. Сегодня я вижу только одну банку, как в народе говорят, эту высотку, и больше к ней ничего не прилагается». Строительство в историческом центре города – в принципе вопрос щепетильный. Для начала необходимо установить точные границы этой части города. Ее поделят на несколько зон, ограничивающих высотность новых зданий. И дело не только в сохранении памятников культуры и внешнего облика. «Инфраструктуры и коммуникаций новых нет в центре города. А дома новые, высотные до небес, растут. Ну вы скажите мне, на какую инфраструктуру они садятся тогда? А как же это качество жизни в них поддержать-то? И все мы это самое главное понимаем, все понимаем, что именно так и происходит. И чем больше высоток в центре города, тем еще сложнее проехать будет по нашему центру города. Тем больше будет пробок 100%. А если не будет парковок еще, то эти все машины, жильцов этих домов, будут на улицах припаркованы. И где вы собираетесь все это парковать? «Мы провели 22 заседания рабочей группы по проектам планировки». «Не было случая, что проект планировки прошел рассмотрение с первого раза. Добились того, что город получил 50 проектов планировки, современных, соответствующих полному набору всего того, что необходимо сегодня. В том числе и по новым жестким нормативам, которые город принял». Окончательный вариант высотного регламента от центральной части Краснодара должны представить в конце февраля. Вениамин Кондратьев замечает. Создание прозрачной системы выдачи разрешений на строительство – одна из главных задач мэрии на сегодня. «Точная застройка, коллеги, всем говорю раз и навсегда, ее и просто нет. Забудьте, нету точной застройки. Есть только комплексная застройка, комплексное освоение территории. Все. Чтобы можно было понять, с кого спросить за отсутствие детского сада и школы, поликлиники, спортивные площадки и парковки, то же самое. Игорь Алексеевич, то же самое. Я еще раз подчеркиваю, я такую надежду возлагаю, что вы сможете сегодня сделать так, чтобы горожанам жилось комфортно. И строительство города было комфортным для людей, для горожан. Не может быть так, чтобы команда менялась или мэр менялся, а в городе ничего не менялось. Пришел новый мэр, должна прийти новая команда, значит в городе должны мы ощущать перемены в лучшую сторону». Речь в том числе и о новых микрорайонах, вдали от центра. Истории, когда небольшой участок земли максимально застраивается многоэтажными домами без инфраструктуры, должны уйти в прошлое. В Краснодаре уже есть такие места. «Давайте не будем строить 2-й, 3-й, 5-й, 10-й музыкальные микрорайоны в городе. Хватит одного. До сих пор не знаем, как там проблемы все эти разрешить. Только потому, что на самом деле взяли и впихнули. При молчаливом согласии властей, по большому счету, на тот период, вот эти вот коробки, вот там люди поселились. И теперь мы имеем социальную проблему. Только потому, что изначально никто даже и не думал о том, что жить в этих просто коробках они не смогут без детского сада, школы, без электричества, тепла, освещения. А там ничего этого нет. И теперь мы вынуждены проблемы людей решать. Переосмыслить городостроительную политику придется не только в Краснодаре, но и во всем регионе. Сохранение исторического облика и создание новых, действительно комфортных для жизни территорий – основные принципы этой работы. Александр Иванченко, Елена Касабова, Денис Перец, Алексей Комаров, Кубань-24, Краснодар.